Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аркелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале. И сегодня я снимаю новое видео, которое я хочу посвятить несправедливым ситуациям или же неадекватным мастерам. Опять же, только сегодня мы с вами будем общаться не на тему маникюра, а на тему причесок. Я думаю, многие обратили внимание на то, что в последнее время я меняю свои прически. Вы видели, я уверена, на мне и вот такую вот прекрасную причесочку. Да-да, я ходила с огромным количеством кос на голове. И, в принципе, такие прически носятся около месяца, пока волосы не отрастут. Но вы знаете, как часто я люблю ходить в душ, как часто я мою голову, какая я вообще сама по себе супер-мега придирчивая, чистоплотная. Даже не в кавычках, а реально так и есть. И тут произошла такая ситуация, что как бы я не смогла просто дольше четырех дней проходить вот с этой прической. Почему? Потому что, ну, во-первых, там мыть голову нужно раз в неделю, как мне сказал мастер. Вообще можно хоть каждый день, но ты будешь мучиться, во-первых, потому что, когда волосы с косичками, они сохнут около двух, трех, четырех, пяти, шести часов. Так еще и мыть нужно только корни. А с моими длинными ногтями помыть корни, ну, чисто невозможно. Потому что мои ногти цеплялись за прическу, и было много других проблем, что, в принципе, с такой длиной я не могла нормально даже этого сделать. Поэтому я проходила четыре дня, наделала фотографии, сняла для вас видосы, поснимала в Инстаграм, очень много контента в ТикТок, естественно. Все ссылочки на свои социальные сети я оставлю ниже в описании. Ну и решила сегодня поменять прическу, снять вообще все это дело. Можете прямо сейчас посмотреть вот этот ТикТок. Да, это было сегодня. И мне сделали вот такие вот прекрасные косички под мои ногти. Кстати, волосы-то длинные, косы капец какие длиннющие, прям как у ракунцель почти. Одна коса в конце а-ля амбре синего цвета, как и, в принципе, ногти на моей руке, на правой. А коса левая, так сказать, как и на левой руке, рыжая. Ну или неонова-оранжевая такая. Так что вот такая вот я яркая, меняю причесочки, подсела на косички. Поэтому подумала, почему бы не снять ролик, где я рассказываю вам ситуации про походы неудачные в салоны, про неудачное окрашивание, про неадекватных мастеров. Я знаю, как вы любите подобную рубрику на моем канале, поэтому присаживайтесь поудобнее. У меня есть для вас порция историй, которые мне писали мои подписчики в инстаграме. Опять же, ник вы видите на своих экранах. Истории просто трэшовые, в принципе, исходя из этих историй, я и расскажу свои. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали. Нажимайте на красную кнопочку ниже и превращайте магии подписки ее в серого цвета. Ну, из красной кнопочки в серую, да. Ну и нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и не пропускать премьеры. Ну и, естественно, пишите ниже в комментариях, идут ли мне косички, вообще, как вам такая смена моего образа. А я желаю вам приятного просмотра. Мы можем начинать. Поехали! Естественно, вы мне писали в инстаграм все эти истории, поэтому я думаю, что вы не будете обижаться, если я иногда буду подглядывать в телефон, потому что истории очень длинные, и мне нужно рассказать самое интересное. Сейчас я вам расскажу историю про прекраснейший салон за МКАДом, московский салон. Не такой уж и плохой, по Москве таких салонов несколько, и, в принципе, если человек какой-то постоянно ходит в салоны, в особенности в Москве, он знает о существовании этого. Поэтому, в принципе, этот салон не считается каким-то не очень дешевым и так далее. Все процедуры, которые там делают по окрашиванию, по наращиванию бровей, ресниц и прочее, делают качественно, и, в принципе, цена такая, в принципе, приличная. Моя подписчица Настя решила сменить полностью свой имидж и перекраситься из темной-темной брюнетки в блондинку. А вы знаете, что как бы это достаточно сложно сделать, нужно долго сидеть в салоне, да и я, в принципе, интересовалась у своего мастера, куда я хожу на окрашивание корней, в принципе, как это делается, как делают окрашивание из черных волос, например, в белые. Это делается не за раз, это прям вообще капец какая процедура долгая. Как мне объяснили, естественно, не бойтесь, я свои волосы трогать не буду, максимум вот косички прекрасные, которые я сегодня буду вот так вот вертеть, крутить, сбрасывать свои косы, в общем. И Настя должна была идти в этот салон, в принципе, впервые в жизни. Как она читала по отзывам, в принципе, салон неплохой, она узнала, какой мастер самый лучший, нашла того, который имеет 8 лет такой вот стаж, достаточно долгий, в принципе, за 8 лет мастера, я уверена, перекрасила уже много голов. И, в принципе, отзывы неплохие были по поводу этого мастера, писали, что хорошее окрашивание делает, прочее, прочее. Настя записалась в салон, но каково было ее удивление, что даже не спросили, какое конкретно окрашивание она хочет, как хочет она поменять свою прическу, и не сказали, как долго это будет по времени, ведь в салоне запись за записью обычно идет, и как бы там нужно рассчитывать, что конкретно хочет клиент. А у Насти даже не спросили. Ну и в итоге она записалась на 10 утра, приняли ее только в 12.00, да-да. Косяк произошел с самого начала записи, и понятно, почему ее приняли в 12.00, потому что, видимо, и клиентку, которая была перед Настей на более раннее время, тоже не предупредили и даже не спросили, какую процедуру она хочет, поэтому сидели долго. Настя как бы не удивилась, потому что у нее тоже не уточнили вообще, что как, не предупредили по времени, поняли, что с записью там вообще полный косяк. Поэтому она подождала, да-да, я уже бы на месте Насти развернулась и ушла куда подальше, но Настя сидела гребаных два часа и ждала, пока ее примет мастер. Ну, в принципе, я ее как девочку понимаю, потому что она была настроена и, в принципе, заранее записана, поменять свой имидж она хотела. Я когда там хочу что-то в себе поменять, я перегибаю и ломаю палки просто все. В принципе, как у меня была возможность поменять имидж, я перекрашивалась с блондинки в брюнетку, это уже не так сложно, и потом, в принципе, я становилась на очень темно-русом цвете, темно-каштановом даже, да, ближе к черному. И у меня на тот момент были вот такие волосы, какие они, в принципе, сейчас без вот этих кос, вот такой примерно длины. Я в этот момент сказала, похер стрижем, и мне подстригли волосы вот так. Вот, ну, как бы я девочка, да, захотела кардинально, так сказать, поменять имидж. В итоге получился полный трэш. Вы знаете, что я матерюсь, поэтому прикреплю вам видос. Как я была в шоке от того, что меня вот так подстригли, потому что я сразу же поняла, что мне капец как не идет. Тваря, сука, убей меня, пожалуйста. Ёб твою мать, на кого я похожа? Ёб твою мать, на кого я похожа? Ёб твою мать, на свой рот. Ёб твою мать, на свой рот. Ёб твою мать, на свой рот. Люди, это пи***. Скажите, кто меня узнал просто. Да-да, можете не комментировать даже, я тоже была в шоке, без лишних слов. Ну и, естественно, да, проходит два часа, с Настей мастер даже не здоровается, по ее выражению лица видно, что мастер подзаколебалась, так сказать, с самого раннего утра, и уже не горело особо желанием принимать ее, потому что ту клиентку она красила очень долгое время, ей делали еще какую-то укладку, хотя мастер видела, что уже пришел новый клиент, и, в принципе, там были свободные мастера, которые, б***ь, могли бы сделать просто укладку. В тот момент, когда бы мастер, которому была бы записана Настя, уже бы смог ее принять. Вы поняли, да, о чем я говорю? Это капец. Ну нет, в принципе, мастер доделала свою работу, может быть, там у них в салоне свои какие-то заморочки, в принципе, я не сомневаюсь, что так и есть. Настя сказала, что она хочет, мастер прихерел, потому что, в принципе, это окрашивание сложно, я сказала, а вы не говорили, да, на ресепшене, когда записывали, что вы хотите? Очень странно, меня даже не предупреждали, что вы хотели сделать именно такую прическу. Настя знатно прихерела, потому что, в принципе, она изначально удивилась, почему у нее даже не спросили, что конкретно она хочет, это очень важно, на какую конкретно процедуру записывается человек, ну согласитесь со мной. Мастер приступил, очень долго там замешивала какую-то краску, какую-то фигню с недовольным лицом, причем, ребят, замешивала она не в специальной емкости, где, да, растворяют краску, там делают все эти процедуры, а, знаете, пищевые вот эти вот коробочки, которые продаются в продуктовых магазинах, чуть ли не коробки, блин, от Доширака, куда нужно складывать еду, разогревать ее, вот такие вот пластмасски, и чисто она там все размешивала, как бы Настя такая, эм, понятно, как бы это тоже ее удивило. Мастер очень долго возилась, Настя провела в салоне гребаных 6 часов, отдала за то, что получилось, а я вам сейчас скажу, что получилось, 17 тысяч рублей. В принципе, это недорого, потому что я крашу корни в салоне, в центре Москвы, и отдаю за это 8 тысяч рублей. Но, блин, за такую кардинальную смену образа, и, в принципе, у нее волосы были не особо короткие, чуть подлиннее, чем мои, это нормальная цена, в особенности для салона, который находится за МКАДом. Но сделали ей трэш, это как бы вообще не оправдало стоимость, во время того, как ей нанесли вообще краску на всю длину волос, Настя поняла, что у нее очень сильно, резко начала чесаться голова. Вы знаете, когда вам красят волосы, происходит химическая реакция, и мастер постоянно спрашивает, не колет, не щипет, мало ли что там как. Мастер даже не интересовался, а Настя красилась, ну, практически впервые в жизни. До этого у нее были окрашены волосы, но в проверенном месте, и не знала она, что так, в принципе, может произойти. У нее резко зажгло голову, она начала вот чуть ли не истерически чесаться, прям вот так вот, и, блин, вот так. Она чувствовала себя максимально некомфортно, я прям просто представила и поставила себя на ее место, и я понимаю, насколько это, блин, капец, когда жжет и чешется башка от краски, вот это поймут просто девочки и мальчики, которые когда-либо красились, и у них это было. И Настя начала говорить, блин, у меня жжет-жет-жет, и вот ей еще нанесли вот тут, вот, около корней краску неровно, и у нее вот тут вот, вот так вот пятнами все окрасилось уже, чтобы вы понимали. Но ее же красили в блонд. Как окрасилось, спросите вы? Ну, она заметила, что там пятнами вокруг краски покраснение, и она заметила, что чисто неровно, ей даже окрасили вот тут вокруг. Она попросила у мастера подтереть, сказала, что очень сильно жжет, Но так как Настя терпеливая, как мы уже поняли, она решила дождаться 40 минут и пойти уже на смывку Смыли волосы, там, я не знаю, нанесли то ли масочку, то ли еще что-то, высушили Ну и Настя обратила внимание, что цвет волос тупо отдает желтизной Такой желтизной, как у меня даже, ребят, был цвет волос, именно поэтому я потом подхвечу Настину историю и расскажу немножечко свою Волосы желтющие, как солома Когда она задала вопрос мастеру, типа, а почему так, у нее еще очень сильно чесалась башка Мастеру ей сказала, что эта желтизна отмоется через неделю примерно То есть она даже не сказала, как часто ей нужно мыть голову, чтобы это а-ля отмылось Но как бы краска так легла, что отмоется, что за бред, мастеру было насрать За все 6 часов она обмолвилась только какими-то двумя словами Ни слова не спрашивала, не говорила, не предлагала никакие процедуры Это максимально хамское, отвратительное отношение было, и я с этим полностью согласна Настя отдала деньги, приходит домой и понимает, что буквально через некоторое время у нее еще сильнее начала чесаться голова Она выпила какую-то то ли противочесоточную таблетку, то ли что В общем, какую-то таблетку, которая ей помогла, как мне написала Настя Но не помогла от выпадения волос Ей настолько отвратительно окрасили волосы, дорогие мои, что вот Посмотрите, пожалуйста, на эту фотографию Как вам такая картина? Да-да, ее беленькие волосы просто начали выпадать вот такими клочьями И Настя чуть не осталась лысая, пока не пришла в другой салон И не сделала супер какую-то мега крутую умную пропитку Которая помогла как-то волосам более-менее почувствовать себя комфортно Но да, это трешовая история, я не спорю И почему я сказала, что я ее подхвачу, у меня была такая история Я же была блондинкой, я уверена, те зрители, которые за мной слезят, это знают Вот, у меня волосы были просто соломенные У меня постоянно они были такие сухие Ни одна маска для волос не помогала И пока я, в принципе, не перекрасилась в брюнетку и не сделала ламинирование волос Мне ничего не помогло Причем многие спрашивают у меня до сих пор, до постоянной основе Карин, почему у тебя такие крутые, шикарные волосы Типа, блин, ребят, я не знаю, я не использую сейчас абсолютно никаких масок Максимум там, типа, да, шампунь, бальзам Там, или маску, которую нужно 20 минут держать Я тупо наношу на волосы на всю длину и держу 5 минут В этот момент бреюсь Извиняюсь, конечно Вот, и потом смываю, потому что ждать я не могу Я не такой человек Вот, такие вот девчащие у нас подробности Да, у меня был отвратительный опыт Я пожалела миллион раз, что, в принципе, окрасилась в блондинку Это был самый настоящий трэш И для меня это максимально было неудачно В принципе, как и стрижка волос Но, знаете, все приходит с опытом Я бы могла сейчас ходить с более длинными волосами Если бы на тот момент при смене имиджа Не сказала мастеру, стрижем все нахер И не ходила бы вот с таким вот трэшем Да, поэтому я как бы пожалелась, что подстриглась Но не пожалелась, что попробовала темно-каштановый цвет Потому что, исходя из такого темного цвета Я поняла, что мне подходит и нужен еще темнее оттенок Поэтому я сейчас пришла к черному цвету И поняла, что черный цвет волос я оставлю на всю свою жизнь Потому что мне нравится Максимум, какие опыты я буду делать Это вот такие вот И мне очень нравится Так что вот, ребятки, хочу вам сказать Чтобы вы доверяли салонам более проверенным И знали и были в курсе того Что отзывы можно, в принципе, накрутить Отзывы можно написать через фейковые аккаунты И, в принципе, ходите лучше в те салоны В которые уже ходили либо ваши знакомые Либо которые прям вот, ну, точно проверены И вам там сделают так, как вы хотите Либо, если уже хотя бы в начале что-то идет не так Не ждите по два часа, как это делала Настя Настя, это капец Сейчас с ее волосами более-менее все хорошо Они восстанавливаются Ну и Настя уже потом сделала себе тонировку волос Сейчас они уже сильно не отдают желтым Но она все равно недовольна Потому что это был самый ужасный ее опыт и поход в салон Это была первая история И мой тоже небольшой опыт Я скрестила, так сказать, и эту историю, и свою Поэтому, да, пишите, что вы думаете по поводу этой истории Ниже в комментариях А сейчас мы приступаем ко второй истории Погнали! Следующая история уже будет от моей знакомой Которая живет в Челябинске И мы с ней поддерживаем общение Так как она мне во многом помогала Поддерживала меня Знаете, такая девчонка, которая помогла мне Когда у меня украли телефон Вот когда я жила в Челябинске Завистливые как раз-таки люди А вы знаете, что я прошла через очень много трэша в жизни Я даже снимала историю на YouTube Сейчас вы увидите фрагменты из этого ролика Всем привет, друзья! Меня зовут Карина И я очень рада видеть вас на моем канале И сегодня я бы хотела поделиться с вами историей Которая произошла со мной в субботу, 23 апреля Может быть, из этого видео вы извлечете для себя какие-либо уроки И поймете, что в этой жизни существуют абсолютно разные люди И большинство из них оказываются крысами Которые готовы пойти почти на все И на кражу, и на мошенничество Только чтобы сделать человеку, которому они завидуют, плохо Да, у меня крали телефон, это был трэш Такая вот я была наивная дурочка Опять же, да, я думаю, вы обратили внимание на мой блонд На мои суховатые волосы, торчащие, секущиеся пряди А тратительные волосы, как солома Это было как раз-таки на тот момент Вот про что я и говорила, про этот опыт К слову, кстати говоря Ну и эта девочка написала мне недавно историю Потому что я выкладывала истории с ребятки Пишите истории с салонов Да, и я, возможно, могу поделиться и твоей историей Если ты будешь подписана на мой инстаграм Поэтому книг вы сейчас видите на своих экранах Делитесь там своими историями Пишите мне в директ Если не в директ, то я выкладываю истории Там вы тоже можете отдельно на какую-то тематику Поделиться со мной той или иной историей Девочку зовут Ира Она мне во многом помогала Поэтому иногда она мне может писать Сообщение открыто, как бы мы общаемся Я там спрашиваю иногда, как у нее дела Не особо важно Тут прикол в том, что она решила сходить в салон на дому Так сказать, к мастеру Которого посоветовала ей девочка С которой она виделась первый и последний раз в жизни И сказала, что ну вот там я красилась Если тебе интересно, вроде бы неплохо делает Или нужно было тоже чуть-чуть так подсменить имидж Она захотела сделать такое пепельное милирование волос Типа когда волосы темные И при этом милирование делают типа белого такого цвета А потом дают тонировку небольшую И круто выглядит Я помню, милирование было в моде несколько лет назад Я тоже иногда думала над тем, чтобы сделать милирование волос Но когда отрастают корни, очень сложно это все восстановить Поэтому я передумала Ира об этом не подумала Поэтому смотрите, что она мне написала Мастер, у которого я красилась постоянно Был на больничном из-за коронавируса И мне пришлось искать другого мастера Потому что мой парень должен был скоро приехать И я захотела его удивить новым окрашиванием И резко, как она написала Вспомнила, что ей вот та какая-то левая девчонка Которую она видела первый и последний раз в жизни Посоветовала сходить к мастеру на дому И в принципе цена была вообще, ну прям смешная Там тысячи две рублей, тысячи пятьсот За милирование, за вот это все дело В принципе Ира очень долго копила На окрашивание мама ей запрещала что-то делать с волосами В принципе была против этого Родители строгие у нее по сей день Да, я помню, она даже в Челябинске со мной делилась историями этими И как бы я в шоке Ну кого как, в принципе Поэтому она решилась пойти окрасить волосы Сделать милирование, так сказать Не буду тянуть рассказывать, как она записывалась к этому мастеру Как там вообще, что было И какие-то подробности Сразу скажу, что да, она пришла к этому мастеру На дому, поднялась на восьмой этаж В старом доме Чуть-чуть далековато от Челябинска По-моему ЧМЗ, это район чуть дальше Вообще далеко не центр Вот И в принципе у мастера была выделена под это отдельная комната Такой немножечко дряхлый и потрепанный стул Воняет очень сильно в комнате И вообще в квартире кошками У этого мастера было семь кошек дома Это как бы еще цветочки просто Почему я не удивлена? Потому что то, что я вам расскажу дальше Вы тоже будете в шоке Очень неприятный запах стоял в квартире Мастер сама по себе очень сильно В серьезно воспринимал любое замечание Как я это поняла Ира мне рассказывает Значит, все, я сажусь за этот стульчик Думаю, пофиг, все, мне сейчас сделают Я все перетерплю Иду уже и ладно Как бы понятно, что за такую цену нормально Мне в салонах бы не сделали Поэтому она решила пойти на дому Уверена была, что ей все сделают окей Но, как оказалось, нет Когда Ира сказала, какой именно цвет ей нужен Для амелирования волос Типа, какого оттенка она хочет Мастер что-то промямлила себе под нос Типа, блин, у меня так мало этого цвета осталось Понятно, окей Ну, как бы просто мастер в плохом настроении Или экономный Хрен ее пойми Сначала этот мастер взяла вообще абсолютно другой цвет И потом поняла, что она что-то, видимо, перепутала Сделала не так Знаете, как это выглядело? Мастер неуверенно перемешивала краску Как бы растворяла, соединяла все вещества Вот эти вот прекрасные И как бы смотрела и задумчиво такая Нет, не подходит И убирает и берет другую краску Ира в этот момент охренела Просто как бы опытный мастер бы так делать не стал И на этом моменте Ир нужно было просто развернуться Но нет, это был капец А Ира не развернулась Она сказала, блин, вы что не тот цвет взяли На что мастер ей сказала Если вам что-то не нравится, можете уходить Я просто ошиблась Такое бывает с каждым человеком И именно с этой темой мастер продолжила разговаривать с ней Типа, знаете, вообще есть такие места Где делают такой кошмар А ко мне клиенты ходят годами И они так довольны Они делают такие крутые работы Что просто я в восторге Они в восторге Посмотрите, вот, например, какую укладку я делала Посмотрите, вот, какое окрашивание я делала И показывает таких женщин в возрасте С тремя волосками на голове С, знаете, таким серо-буро-малиновым, блин, цветом Такие оттенки Я помню, у меня бабушка моя неудачно один раз покрасилась Произошла химическая реакция И вместо такого темно-бордового типа цвета Она получила темно-синий И это был капец И, в принципе, это выглядело именно так Со стороны на фотографиях, в принципе Когда мастер показывал Ире фотки Вот, Ира такая Окей, в принципе, парень должен был прилететь вечером Записываться в другой салон Искать другого мастера уже был не вариант Цена ее устраивала Поэтому давайте подойдем уже к итогу Что получилось? Промучились они в итоге не два часа Как было обещано по времени Скоро должен был приехать парень Иры Просидела Ира в этом домашнем салоне Четыре с половиной часа Просто чисто на милировании Мастер очень часто бегала в туалет Постоянно пила чай Кашляла, чихала Но я думаю, вы не удивлены Вы и так уже очень много историй подобных Слышали и видели, так сказать, у меня на канале Поэтому тут прикол таков, что Ира должна была заплатить за это творение Отвратительное Вы сейчас увидите фотографию Вы просто охренеете Две тысячи рублей В принципе, сколько она и накопила А мастер потребовала пять тысяч Говорит, что я и так долго мучилась Первый раз нанесла не ту краску По вашей вине Потому что вы меня отвлекали Ира просто охренела И говорит, у меня нет других денег Мне не нравится итог Чтобы вы понимали Да, вот такой вот кошмар Ей сделали Нет, ребят Не вы одни в шоке сейчас Типа, я тоже Я в таком Что это даже словами не описать Блин Посмотрите чисто на этот кошмар Что ей сделали с волосами Это не милирование Это наполовину какое-то окрашивание Плавный Что это? Короче Блин, по линеечке Какой-то кошмар И за это просили пять тысяч Блин, в Москве в центре смогут нормально окрасить И попросить три Господи, какой кошмар Это просто ужас Вывод таков, что мастера, работающие на дому Делают это только для того, чтобы заработать деньги Как мне кажется Не все Я не спорю Есть нормальные мастера Но за счет таких, о которых сейчас идет речь Нормальные мастера не вызывают доверия у людей Которые хотят попасть к нормальному мастеру Слышав вот такие истории от меня Трешовые Но я предупреждаю вас, ребят Excuse me Поэтому как бы будьте осторожны Ира потом, естественно, перекрыла это вратительное милирование В другом салоне Уже заплатила мама за это Потому что как бы она и так была против Увидев этот треш, она говорит Господи, да я хоть миллион рублей дам, чтобы этот кошмар не был виден на твоей голове Поэтому, блин Ира была просто в шоке Поэтому я должна была поделиться с вами этой историей Я, ребят, просто Вот, ну, слов у меня нет, чтобы это описать Это кошмар С учетом того, что мастер, как оказалось, через несколько дней заболела Потому что Ира ей звонила пожаловаться, что за треш вы сделали Она все-таки отдала 2000 рублей и ушла со скандалом Потом еще раз решила позвонить И звонила ее мама И по голосу мастера было слышно, что она заболела А потом через неделю заболела Ира Заболела ли она от мастера или нет? Хотя, скорее всего, да Неизвестно Поэтому, как бы, понимаете, да Один поход в салон к непроверенному мастеру О котором вы узнали от какой-то левой девчонки Может привести вот к таким вот последствиям Поэтому будьте, пожалуйста, осторожны Следите за собой Следите за нормальными местами И ходите только в проверенные салоны Потому что это капец Это просто капец Эти были две достаточно длинные истории Я обязана была вам о них рассказать Какая из них вызвала у вас эмоции охренеть Какие больше? Пишите ниже в комментариях Лично я с обоих в шоке И, в принципе, обе истории оцениваю по трэшу на десяточку Так, из десяти Потому что, если бы я пошла в такой салон Или бы, в принципе, даже в нормальном салоне Если бы мне попался такой мастер Я бы там такую истерику закатила Ребят, вы просто не представляете Еще очень хорошо, что у меня есть вы Огромная такая большая семья Которая следит за мной Знает, какая я скандальная Да, вот такая вот у меня прекрасная рука Это синяки после капельницы Я, кстати, опять же, в своем инстаграме рассказывала Откуда у меня эти синяки Как я попала в больницу Какое у меня было отравление И что врачи сказали, что буквально еще 15 минут И неизвестно, что бы могло произойти Как я упала в обморок Как я просто сходила с ума У меня в актуальных есть, если что Вкладка под названием реанимация Вот так вот она выглядит Если что, можете послушать историю Откуда у меня такой синяк И как я чуть не... Это было вообще капец, ребят Отдельное видео я не хочу на эту тему снимать Потому что просто расплачусь Но посмотрите обязательно у меня в инстаграме По ссылке ниже в описании Вот, сейчас я поделюсь с вами Последней третьей историей Погнали Так, подписчицу у нас зовут Аня И она чуть ли не в слезах Делится со мной этой историей Писав, что больше никогда не пойдет в этот салон Она ходила в этот салон до этого Сразу же рассказываю Вот ознакомилась с этой историей Но ее записали в этот раз к первому К новенькому мастеру К которому она еще ни разу не ходила Записалась в салон Ее не предупредили, что этот мастер Как оказывается заболел Хотя она записалась к нему Она приходит в салон Ей говорят, что да Этот мастер заболел Сегодня вас примет наш новенький мастер Она еще лучше Поэтому говорите, что как Аня хотела подстричься Хотела сделать себе красивую необычную стрижку Просто так Перед днем рождения Поменять, так сказать, опять же свой имидж У нее были достаточно длинные волосы Но сделали ей стрижку, конечно Не то слово какую У меня слов нет просто, чтобы это описать Во-первых, от мастера при встрече Как только она пришла в салон Воняло очень сильно перегаром Было понятно, что этой ночью у мастера была очень веселая тусовочка Потому что как бы у нее было сильное похмелье Она очень много воды пила за все время Аня объяснила, какую прическу она вообще хочет Типа подстричь тут А-ля амбре, поняли? Переход из коротких волос в длинные Ну как бы чуть-чуть Тут коротко, тут длинно, поняли? Да, такая а-ля лесенка В итоге, чтобы вы понимали Мастер постоянно бегала, пила воду Еле как стояла на ногах Постоянно, когда там что-то делала с ее волосами Вот так вот моргала, потому что, ну, во время похмелья Мне это знакомо Очень сильно темнеет в глазах Кружится голова Мастер вела себя отвратительно От нее исходил неприятный запах В принципе, за эту работу Аня отдала 3000 рублей Для города, где она жила На тот момент Это было не особо дорого И, в принципе, вроде бы проверенное место Она ходила в этот салон не один раз На стрижку Просто подровнять кончики Возможно, в этот раз было какое-то сложное Окрашивание, хотела сказать Сложная стрижка Но, блин, как бы сделали ей какой-то кошмар Я дико извиняюсь Естественно, потом она пошла в другой салон И ей сделали нормально Но за это, как бы повторяюсь Она отдала не такие уж и большие деньги Но, как бы, 3000 рублей Я извиняюсь Это нормальная цена для хорошей стрижки В адекватном салоне Куда, тем более, она ходила А ей сделали Пожалуйста, посмотрите на этот кошмар Да, ей сделали вот этот трэш И я просто охренела Охренела не то слово Как вам такой плавненький переход? Как вам такая лесенка, дорогие мои? Прекрасная лесенка По ней подняться можно Спрыгнуть нахер куда-нибудь Ааа, боже мой, ребят Пожалуйста Ну вы же подписаны на мой канал Ну почему вас ничему жизнь не учит? Я охренела Причем Аня на тот момент знала Она смотрела мои ролики И при этом попалась вот на такой вот кошмар И я просто, ну, не то слово Охренела вообще Прикол в том, что Аня даже не пожаловалась Не позвонила и не осмелилась там Написать какую-то жалобу салону Что у вас там с похмелья мастера Приходят на работу От них воняет перегаром И вообще они творят какую-то фигню Они себя чувствуют не очень Один мастер болел Другой мастер с похмелья Первый мастер краску в пищевых банках размешивает Ну это вообще просто капец В общем, ребятки Вот такие вот истории Трешовые Я ими с вами поделилась Уверена, вы сейчас сидите Просто у вас челюсть на пол упала Да-да, не то слово Я тоже в шоке У меня просто нету слов, чтобы это описать Как бы да-да-да Вот такие мастера бывают У меня тоже есть истории Которыми я поделюсь обязательно У себя в инстаграме Ник вы сейчас видите на своих экранах Обязательно подписывайтесь Вот Следите там за моим имиджем За моими прическами И вообще я вас люблю Вы это знаете Так что крутые фотки Вот такая вот красотень Я скоро сделаю волосы еще длиннее Да, дело дошло уже не только до ногтей У меня теперь не только ногти длинные Но еще и волосы Вот Поэтому Оценивайте, какая история По десятибальной шкале Трешовий для вас Первая история От одного до десяти Вторая и третья Я жду ваше мнение ниже в комментариях Ну, естественно, мою Такую промежуточную историю Между первой и второй Как говорится, перерывчик небольшой Я там рассказала вам историю Помните про то, как у меня выглядели волосы Соломистые, белые И вообще, как вам Вот такое окрашивание Которое у меня было Тоже оцените по десятибальной шкале Ну и подписывайтесь на мои социальные сети Там очень много всего интересного Ну а с вами была Карина Подписываемся на меня Я вас люблю Делимся своими историями И не ведитесь, пожалуйста, вот на такие салоны Будьте внимательнее И проверяйте все десять раз Как говорится, семь раз отмерь Один раз отрежь С вами была Карина Аркелян Всем пока-пока До скорых встреч Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»